Филармония города Черкеска стала местом встречи людей разных профессий, но в большей части знатоков абазинской литературы. А именно почитателей творчества одного из выдающихся поэтов Карачаева Черкесии, члена Союза писателей Советского Союза, кавалера Ордена Республики Абхазия, честь и слава Керима Мхце. 5 мая ему исполнилось бы 75 лет. К этой дате организовали Вечер памяти. Альбина Ламкова продолжит тему. «Всегда он находил время для нас. Выходные, какие-то обеденные перерывы. Он играл с нами, он всегда спрашивал наше мнение. Все лучшие качества, которые есть в людях, я находила всегда в нём. Это я сейчас понимаю, чем дальше, тем больше. И вот та же манера воспитания детей». Давайте жить, покуда живы, ценить друг друга и любить. Те, кто был знаком лично с поэтом, понимают, что именно эти слова характеризуют его как человека. По такому принципу он и жил. Осталось в наследство доброе имя и добрая память. Керим Мхце неповторим в абадинской поэзии. Этот факт неоспорим. Он, несомненно, покорил своим творчеством многие сердца. Но для родственников он ещё и дорог, как родной человек. Он любил проводить время с детьми, ходил в походы, в гости. Поэтому воспоминания дочери об отце самые тёплые и нежные. С ним всегда было интересно. На любом мероприятии отец был в центре внимания, говорит Олеся. Эрудированный человек в любой области практически, начиная от каких-то вопросов бытовых, что-то починить своими руками, очень красиво рисовал. Даже вот есть информация, что он долго думал быть художником ему или поэтом, потому что одинаково хорошо у него получалось и это. И всю его детскую биографию я тоже хорошо знала, потому что он любил об этом вспоминать. О том, что было у него в интернате, который он очень ценил и с теплотой вспоминал всех друзей, всех педагогов. И Кири Махце был ценен для друзей. В родном Новокувинске провёл только первые 12 лет своей жизни. Затем его определили в областную национальную школу-интернат Черкесска. Уже тогда использовал свободное время для творчества, вспоминает его одноклассник. Писал стихи в классе. Он писал, когда в классе не было нас, порядочный, очень хороший мальчик. Я с этим мальчиком потом поближе познакомился. Мы даже оказались в одном оркестре. Он играл в оркестре на кларнете. Инструмент был сложный. Творчество Кири Махце сравнивают с известными классиками русской литературы. Из-под его пера вышло множество стихов и все с глубоким смыслом. Культура всех народов нашей республики опирается прежде всего на её носителей. На тех, кто создавал культурное наследие. На тех, кто создавал то, что через поколение передавалось и будет передаваться нашим потомкам. И я уверен, что Кири Махце – один из представителей талантливейшей плеяды поэтов, философов нашей республики. Для абазинского народа это, наверное, поэт номер один. Кири Махце прожил недолгую жизнь, но с ярким наследием. Он ушёл 23 года назад. За это время с-под пера поэта вышло бы ещё больше творений, чтобы возвысить культуру абазинского народа, достойный войти в сокровищницу мировой литературы, говорили со сцены поэты, писатели и учёные. Организовали «Вечер памяти поэта» объединение Лошара и Карачаево-Черкесский госуниверситет. В его рамках состоялась научно-практическая конференция, посвящённая жизни и творчеству Кири Махце. Финал республиканского конкурса чтецов и творческие выступления по произведениям поэта. Их объединили в пьесу, в полной мере раскрыв его как человека, где автор во главу угла как в литературе, так и в жизни ставил любовь. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.